Приветствую вас, Екатерина. Давайте мы с вами разберём сейчас то, что вы написали. Во-первых, я думаю, что у вас очень сильно неуверенность в себе. Вот. Плюс, как мне показалось, отсутствует какая-то жизненная цель глобально. То есть вы почему-то сконцентрированы на мужчинах сейчас. Хотя, на мой взгляд, вам в вашем возрасте можно и нужно двигаться куда-то немножечко в сторону, скажем так. Так, самореализация в сторону, скажем так. Развитие в какую-то сторону. Образование может быть. Ну, я не имею в виду, прям вот, образование. В плане образования, да. Я имею в план, чтобы вы осваивали какие-то вещи, чтобы вы смотрели какие-то детали для себя. Вот. Старались это бы как-то раскрывать. Старались бы как-то это для себя реализовывать. Вот. Так получается, что вы сравниваете себя с другими девушками. Получается, что вы прислушиваетесь к маме. Получается, что вы мужчин воспринимаете как некое средство. Вот. Ну, то есть, по факту демонстрируете все признаки несамостоятельности. Вот. Кроме того, опять же, не совсем понятно, для чего вам нужны отношения. Вот. Ну, давайте мы сейчас вам все подробно разберем. Итак. Познакомилась с мужчиной уже 17 лет. На 10 лет меня старше. Ну, здесь хочется сразу сказать, что вы говорите, что у вас есть мама. Про папу вы ничего не говорите. Вот. Соответственно, я полагаю, что речь идет про отсутствие у вас отца или какого-то отстранения от него и, соответственно, проблемах в этой сфере. Мужчин вы можете выбирать. Так же. Позавнительно ориентируясь именно на отца. Если это так, то в мужчинах вы видите отца. Вы пытаетесь найти отца. Вы пытаетесь на мужчину опереться, как на отцовскую любовь, с которой у вас, вероятно, не было. Этот ресурс лучше всего найти у себя. Вот. Потому что мужчина – это не отец и подобного рода построить отношения. Конечно же можно, но есть большой риск того, что они будут зависимыми от того, что вы действительно не будете от них получать того, что вам… То есть вот вы говорите, что вам не хватает эмоций. Да, это связано не с мужчинами. То есть видите, вы как бы только в одну сторону, в сторону повернуты. Вот. Это связано не от мужчинами. Как таковый мат связано с тем, что вы не полагаетесь на себя самым. Дальше он был первым. Так, очень-очень сильное чувство. Но это страшно вы говорите. Он стратит, скорее всего. Он мудный и мудрый, открытый деньгами, останет отношения на свой собственный интерес и в общем с ним легко. Опять же, да, Екатерина, ну вот, как бы, вы говорите. В общем с ним легко. А без него тяжело? Ну вот, по логике. Единственное, если меня мучил его бывший, ни с кем не общался, ну как, ну как это у него было, у меня нет. А это что такого? Это первое. Второе. Ну вы же, наверное, даете себе отсчет в том, что это ревность и что у ревности есть причина. Вот. Например, такие причины как. Неуверенность, да? Страх один научный. Вот. Низкая цена оценка. Ну и так далее. То есть это вот некое такое собственническое веще к тому же восприятию, ну партнера. Вот. Когда цены с партнера сходятся вот к такому материалистическому большому счету. Это очень важный момент. Эмм. На мой взгляд. Понимаете? Да? Стоял. Что? В чем? Идет прочее. Дальше. Эмм. Так. Так. Буквально ненавидел и всех хоть и понимал, что это глупо. Ну, здесь вы, на мой взгляд, склонны как-то вот обесценивать свои чувства. Вот. Как мне это видится. По крайней мере. По крайней мере. Да? То есть вы что-то чувствуете. Ну вот вы что-то переживаете. Но свои чувства вы обесцениваете. Ну, на мой взгляд, это, конечно, свидетельствует о том, что вы... Ну, в себе. Вы в себе. Да. Да? Опять же, сомневаетесь. В том смысле, что... не доверяете себе. Ведь те чувства, которые у вас есть, они не могут быть глупыми. Они не глупые эти чувства. Не даны вам. Даны вам. Как раз такие. Для того, чтобы... Чтобы помочь вам лучше ориентироваться для получения опыта. Вот. Для развития. Но вы, в данном случае, их игнорируете. Это чувства. Свои чувства. Вот. Что и приводит в итоге к тому, что вы топчетесь на месте, не раздвигаетесь и по факту совершаете одни и те же ошибки. Вот. Ключевой вопрос. Здесь можно поставить. Так. Почему я считаю, что мальчисто глупо? Вот. Как часто я так считаю? Как часто я считаю, что... Вот. Вот. Что? Что? Что я делаю? Да? Это глупо. Дальше. Двадцать лет меня переклинило. Показало, что наше чувство уже не дел. Ну, грубо говоря, вы, скорее всего, испугалось. То есть, это похоже на страх. Вот. Вот. Либо на страх, либо на желание как-то вот сохранить автономность. Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что мудрость вашего мужчины, о которой вы говорите, о которой вы говорите, она, как я уже сказал, напоминает отеческую. Вот. А отеческая мудрость, это не то же самое, что развитие вашего партнера. Поэтому, обратите внимание, вы не интересуетесь, я так понял, своими сверстниками. По крайней мере, всерьез вы их не воспринимаете. А это значит, что, что вы чувствуете себя более взрослой, чем они. Если вы чувствуете себя более взрослой, чем они, значит, вы игнорируете, опять же, свои какие-то вот импульсы, такие достаточно детские. И можете позволить себе быть ребенком только за более взрослым мужчиной. Вот. Это не случайно. Такой момент, такой момент не случайно. Вот. Вот. Поэтому, как бы, к вопросу об обесценивании, о форме, о своих частях. Да? К вопросу об этом. Вот. Это, на момент, очень важный. Большое. Дальше. Изменила. Один раз. По пьяни. Много раз сломалась на дискотеках с парнями. Будь то и на зло, чтобы навыстать то, чего у меня не было, поэтому к этим парням ничего не чувствовал. Ну, видите, здесь у вас есть некоторые обиды, здесь у вас есть некогда такое вот ощущение несправедливости, ну, жизни к вам. Вот. Есть здесь, наверное, какое-то желание что-то доказать кому-то. Вот. Есть здесь у вас спит такой, может быть, протест агрессивный, да, это что-то связанное с агрессией, это желание как-то себя проявить. Вот. И так далее. все эти моменты, они, ну, в принципе, достаточно явно здесь проявляются, здесь проявляются. на вас. Вот. И, конечно, это не может быть, не может не быть проблемы. Вот. И все, опять же, надо бы разобраться с этим, почему вы считаете, что у вас там, ну, должно быть, да, то, чего там, в принципе, к примеру, не знаю, не было у других, да. Или наоборот, почему у вас не да... в чем не справедливость того, что у вас не было того, что было у других. Вот. Из-за чего, в какой причине вы себя, там, чувствуете из-за этого, ну, не... не хорошо. Например. Например. Дальше. Ам... Так. Потом влюбилась в лучшего друга, ушла от этого молодого человека, объяснила, что не те, а про друга не сказала. За 3-4 месяца поняла, что с другом не совместимы слишком разные. Это было страшно. У вас с первым молодым человеком тоже страшно. Ага. Понимаете, вот чем отличается стресс от любви, да, достаточно просто. Отключить – это направленность. Стресс, она, наоборот. Стресс, она всегда на себя. То есть… Три. Наличия. Стресс, да, человек, практически всегда, пытается возвращать свои проблемы. Твои. И действует для себя, представляете. А человек, другой человек, ему нужен, тоже для себя. Старпак. А она, собственно, партнера никакого вектора нет. Любовь, это как любовь, подразумевает крайне-таки совсем другого, что вектор активности, крайне направлен на партнера, а не на себя. Так, значит, снова начала общаться с первым мужчиной. Вообщем, после тех коротких и сложных отношений мне показалось таким родным и простым. А в чем сложные были отношения? Ну, вообщем, вообщем сложности, как бы, их, для, ну, для вас. Вообщем, тро, вообщем, тро, вообщем трудности. Так, значит, с каким родным простым? Это вы про себя говорите, что нужно вам. Если вам нужно, чтобы он был родным простым. Опять же, это больше простым. Знаете, вот вы говорите про простым. Простой родной, это не про, ну, не про, не про любовь. Больше. Это больше про отца. Вот, ну, к счастью, к сожалению. А, так. Спустя год сошли снова. Не могу сказать, что было сильное желание сходиться, но никого тогда не было. Плюс родной человек в лесу, если я живусь, когда он сошелся, когда ушла от него. Ну, здесь и страх одиночества, да, и какое-то ощущение внешней недостаточности. То есть давайте, да, вы пытаетесь решить свои проблемы. Вот, как бы, чем фронт. Фронт в том, что вы решили свои проблемы. Вы не решили, вы не нацелены на мужчин. Вот, я не говорю, что вы там должны быть на него нацелены. Ну, но вам, для вас само будет лучше, если вы, ну, будете отделять то, что вам хочется для себя. Потому что вы хотите для другого человека. Так вы не будете зависимы от, ну, от партнёров. Встречаемся по второму кругу, уже почти год. Всё, люди хорошо любят подарки. Говорят, когда будешь готов к семье, скажи, но я не готова. Но я бы-то не готов. Ну, прям, потому что вы молоды. У вас, эээ, сейчас немножко другие, ээээ, цели. Но, опять же, вы чувствуете себя независимо. Семья это то, что надо защитить. Вот. Вопрос только в том, от чего. Значит. То есть, эээ, что ваше жизнь, эээ. Такого? От чего вас надо защищать? Что с вами? Не так. От чего вас нужно защищать? Понимаешь, да? Эээ, так. Не понимаю, что делать. Что делать, чтобы что? Мне очень комфортно проводить время и находиться рядом. В неживом месте встречаемся два-три раза в неделю. Ну, вы живете себе защищенный человек? Эээ, так. Человек хороший. Что это значит? Наш правильного общего. Лучше сложно встретить. Так говорит моя мама. Так. Так. Тебе просто тик-три, но ваша мама встречается с мужчиной или вы? То есть, ну, правда. Причем здесь ваша мама? Вот. Вы же, я надеюсь, не серьезно говорите про маму. Если мама имеет на ваше влияние здесь, то нужно еще и отношения с мамой разбирать. Но мне будет не хвали от моих эмоций и чувств. Хочется романтика, бешеные стрессы и прочего. Ну, это здесь очень похоже на сплав из нескольких вещей. Первое, это то, что вы хотите чувствовать себя значимым и важным. Второе, это то, что вы хотите компенсировать то, чего вам не хватает. Кажется, не любая заранность у вас есть. Плюс у меня ощущение, что вы пытаетесь что-то доказать. Плюс для о том, что может все-таки нужно закончить отношения и еще по свиданиям наших встречать с контролем, не покажет меня. Супериматор, да? То есть у вас вот ориентир. Единственный ориентир. Это вот мужчин и вы, и ваше собственное развитие, в том числе профессиональное, да? И и достижение ваших собственных целей. Реализация. А мы все. То есть как будто бы без них вы никто. Как будто бы только в семье вы будете счастны в этом. Только в семье, только с кем-то вам будет хорошо. Вот. Ну, то есть что-то не так. То есть что-то не так, я надеюсь, вы понимаете. Ну вот. Дальше. Хотя есть девочки моего возраста, кто уже замужем. Ну при чем здесь девочки, если мы говорим про вас? Мама, которая мне занадлась за 15 лет, где он должен быть в серьезном-серезном отношении гулять, теперь говорит тебе уже 22, поздно гулять будете с ним, он надеюсь. Ну, ваша мама, она скорее всего играет с вами, к сожалению, в некую игру, потому что сама она одна, у нее нет отношений. И это не может не сказаться на том, как, значит, устраивать ваши отношения. Поэтому ее поведение, скорее всего, направлено на то, чтобы вас напротив подержать. Вот. Чтобы вы не ушли от них, просто чтобы вы не остальные. Этого боится сейчас достаточно сильно. Поэтому, на мой взгляд, ваша мама действует, ну, вполне логично. Вот. Преследуя свой интерес. Опять же, непонятно, почему вы вообще к ней прислушиваете. И, с одной стороны, хочется легко сейфилировать. Зачем? С другой стороны, что это глупо пояснение до оценного человека сложно найти, это еще и взаимно влюбить. Катерина, у вас, вот, ориентируя, вот, только, только, только на, на это. Как, как я сказал. Это сложно. Это не сложно, не сложно, это, эм, ну, это нужно разбирать. Вот. Вот. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...